Тюрмы, как раньше знали, стара обрядцев, Аввакума. И вот тогда вера православная даст спасение миру. Да где же мы нашли такое? В Евангелии. В Евангелии говорится только о даче добровольных сердца Христа. И ни о каком соединении власти вообще нет. Даже напротив того, вся власть была вовремя неверующая. И всякое вмешательство неверующей власти взяла в свете, это гибель в мире. Отсюда декларация митрополита Ферди, самая губительная, что было в истории за 2000 лет. Полное подчинение безбожной власти. Но неодобрительная относится к тому, что Папа Римский подчинил мирскую власть. Но согласитесь, что все-таки не такая беда большая это была, если сравнить с тем, что сделал митрополитом Ферди. Да, действительно так. Икон почти поднял под себя Алексея Михайловича, Великим Государем стал называться. Ну, голова закружилась, я только власти. А как же мы-то не можем понять, что подчиняться безбожнику это намного труднее. Ну, сами решите, кто верующим подчиняется неверующим. Даже маленько где-то не так сделать, что все-таки понятие о совести, об Евангелии, то там вообще ничего нет. И в Поклавии Галатам апостол Павел говорит так. Если вы хотите чем-то хвалиться, что сохранились русские церковные и прочее, чем хвалится московская патриархия, а мы должны сказать так, а мы ничем не желаем хвалиться, кроме Креста Господня. Нас гнали, нас завели и будет дальше. И еще одно открытие просто для некоторых будет. Ни одна религия в мире не говорит о своем поражении. Нигде, кроме православия. Христианство. Христианство четко и ясно говорит, мы будем побеждены. Христианство говорит, мы будем уничтожены. Это, конечно, последняя ступень христианства на земле. И дало ему было вести войну со святыми и победить их. Откровение 13 глава. Крайне пессимистически нас войдается. Но в этом и смысл нашей веры. Мы знаем, что после всех победителей победит Христос. Лучезарный, дивный, при архангельских трубах он явится с неба. И пусть никакие иудейские или иудеисты, которые смущали галактистов, неверных, неграмотных, не смутят наши умы. Твердо будем держать все исповедания православной веры. Если говорим, что самое-самое, еще два-самое скажут. Это особая должна быть книза рекордов. Что самый великий проповедник за тысячи лет? По имени, по значениям, по трудам сохранившимся, великий Иоанн Жотауст, Константинопольский патриарх. Правильно. А самая хорошая картина, как считает икона, какая? Ну, у нас Рублева, Троица. Опять с тобой уже идем. Ну, а там, в западном мире, Сихтирская Мадонна. Явление Христа народа, опять же, там свидетельствует о рождении Исаака, а Исаак преобразовал Христа, а здесь держит рождение. То есть мы приближаемся к Рыжеслу. И везде самое-самое. А у этого самого, лучшего проповедника, вершины его, что было? Пятый тон. А что же в нем? Толкование в Палтыре. Самое сложное, то есть самое великое толкование в христианской церкви, это толкование в Палтыре. Все остальное пониже, но тоже очень важно. Будем искать полного понимания Библии и сохранить веру православную. Аминь. Никого во всех поколениях в православии у него не было. И вот, он приехал сюда как руководитель баптистской молодежи. Аминь. Соединение на нефть соединениями с баспистрами в 45-м году. Их не сядут. И официально их там власти поглушали, сжимали власть. Аминь-то надо контроль держать над ними. Над всеми. Он себя сохранил, можно сказать, во всем. Не знал он, конечно, ни женщин, ни вина, пусто вина даже не знал. А уже закончил университет, уже был преподавателем в Томском университете физик-математик. Мы должны понимать, что если он преподавал в университете, значит, он был не остающим, когда учился. Значит, он таким не был. И был очень искренним. Сегодня, я скажу, многие люди лукавые. Вот ему показываешь, расскажешь, а он начинает лукавить. Дальше. Продолжай. Ну, например, Покровский собор в Барнауле. У меня были хорошие папишки, знакомые, они приходили тайно ко мне. Не один, а по несколько человек. Это те годы еще. До моего ареста. И говорили, мы все поняли, мы бы, мы набили бы фарьявок, мы бы людей учили. Ну, вот Бойцович стоит на цифре Николая, как бы не он выбор. А Библию так никогда не ставят, в зависимости от спасения, от кого-то. Пришло время, они же растут. Их открывает другое место, и они стали сами уже благочинными. Стали настоятелями. И что вы думаете? Ни граммы, нигде ничего не сделалось. Бойцович остался здесь. А они-то в другом месте уже в Прокофьевске служат, это в Гутович-то. Но мочит голову так же. Его брат родной приезжает к нам и просит, батюшка, покрести меня так даже. Ну, да, он за тебя брат же родной, ну, вон же где он находится. А он здесь совсем не крестит. Я тут умолял, умолял. Ну, родной брат, ну, ты выйди куда-то, чтобы тебя никто не видел, ты такой трудный. Ну, покрести, родной брат, больной, больной, инвалид. И он его не крестит. И он к нам приехал потерял, чтобы просить, чтобы покрести это люди-то обманутые. Значит, никогда не надо ни на кого показывать пальцем. И вот батюшки приходят, несколько человек, помню, ну, и их там, руководитель хора, Люся зовут. Как-то был. И он меняет. Она свистит под такой же, только написанной рукой, Павла Старкова, Петалом. Хорошо пишет, красивый Попис, это написал каковное правило, оформил там, крестом и староломом. И вот они считают, первое, вот они правило у нас почитать можно. Потом выйдите, почитаете. Попис запрещена в храме Старческой торговли и Старковной ограде. И дальше написано 6-й Севернский Собор, Евангелие от Матфея, Евангелие от Ляна. Ну, если ты Евангелие хоть один раз читал, ты знаешь, что Христос любит людей. Ты понял, что Христос обнимает детей, не то, нет дитя. Ты знаешь, что Он принимает и прокаженных, и блудников. Ну, читалось ли Евангелие, но он кого не принимает? Таргашей. Это единственные люди, которых он поролил. А они, кстати, почитаемо, их настоятель гладит, потому что они ему горшок наполняют, они ему в кормушку подкладывают. Но ты отсюда должен сделать вывод, что если Бог ненавидит больше всего их самое-самое, то и отношение к ним должно быть такое, их бутнуть оттуда надо. А как же кассы сломать, выкинуть и сжечь, как ахать, просто так разогнать. И у нас первое правило. Я говорю, скажите, это выполнимо, зачем же не выполнимо-то? Хорошо. Дальше считаем второе правило, а там торфи, не создавать шум, не разговаривать. Ну помним, да чё ж не помнимо-то? Ну два-три раза скажи полное молчание, быть, как Александр Пиловаров, батюшка. Сказал, полное молчание. Не было помнят, но и учат, не разум. Как собаки кормили голубей, давали прям переходом по кровке с собой, прям что жена на паперке считает. Ну невозможно, просто настолько много каву, ну это чисто все-таки. Мы подходили и говорили, что вы, Игнать, это политическое дело. Гонгайна, политическое. А вот поехал в отпуск, а в это время там отец Семен бы вышел, бабушки, голубей здесь нельзя кормить, вон там подальше. Хотя Сихонай приезжает, а голуби уже в другом месте, ну он на запахе потянул. Вообще, она ему уже понятия не имеет, но это я сам свидетель. Ну стоит батюшке сказать, батюшка, уважаемый народ, они его за Бога считают. Что Евангелие написано, это им неизвестно. А что батюшка сказал? Мне сам батюшка сказал. Сам. Это уже все. Да вот я спрашиваю, второе правило, выполнимое. Ну что я говорю, выполнимое, молчать, храмить. Да я пришел не для того, чтобы болтать. А эти храмы-то, сидя, бабки-то, разговаривали, тут парни разобьются везде, зайдите, ну где угодно, покровцы, не польски. Батюшка, ну выполнимое, это не не выполнимое. Выполнимое. Следующее правило, которое нас там написано, что все соблюдали пост. Ну для того он не пост. А больной, не значит, ты должен основываться не на показаниях врачей, а на показаниях, кого нам святых отчет. И вот все разрешили больному, а решение батюшки, растительное масло и вино. Вино. Во время подставки. Мало того, рожжение, если даже на страшной неделе в пятницу разрешается масло. А больше, а рыбу, как патриарх разрешил, есть рыбу во время великого подставки ненавистом. Простите за рожжение, мне кажется шалит или дуркует человек. То у тебя права нету. Ты подойди к милиционеру, какому идти, скажи, ты можешь мне эту машину мне нравиться, и на марте остановить? Он говорит, остановить могу. У него же заедет. На того смею, я дать хозяина выписнуть. Не могу, это решение прокуратуры, сюда даже, мы касса у него ворованная машина. А священник словом это делает. Никто нигде так не играет правами, не данными ему, не данными. Как он. Я как-то разговаривал с патеррором края. Я говорю, у вас же большое право. Не могу говорить. Так, ладно, они сразу опровергнут. Я говорю, я сейчас не могу я, иначе нас опровергнут в вышлику. У него же точно правило. Вот написано, дождите его все. Почему? А иначе беззаконие. Какое законненное есть, он сегодня называется законом. И внешне он направлен на сохранение жизни, на безопасность нашей жизни. Церкви этого нету совершенно. Самостоятельно священник выносит какие-то решения, не сообразуя с правилами. А Библия говорит, если они говорят не по моему слову, не по Библии, то нет в них света, отойдите от них. Кирилл Михайлович говорит, а слова мои не стоят от них, не верьте мне. Страшные слова. Мало того, Иероним Стридонский называет священника, который не учит и поступает вопреки антихристам. Василий Великий называет его Идолом, ты так же надел золотые одежды, как Идол, он так же бил в вас. Сколько давно? Священник не пьет, не хурит, только не учит. Библия Великий. А по словам Великий с названием не больше двадцатей за две тысячи лет было только. Похловный Великий, Ионитий Великий. То есть святые. Злопауз не назвал Великим. А только Злопауз. Гривой Богословный Великий он не назвал. Третье правило. Я говорю, ну можно священник сказать, что посты нарушать нельзя. Я нарушил за счет защищать тебя не имеет права. На два года отлучился. Скажешь, ну может, раз, а то у меня в власти. Ну ты понял, тебе эта власть, она в Боге. Ни антиюрея, ни патриарх тебя не может заставить посты нарушать. Потому что это собор вселенский. Ну потому и православный, что вера расцветили соборную, соборную, апостольскую церковь. Не в Барнауэль слою. Не в шамман, не в базар какой-то. Понимаете, у нас нет понятия дисциплины. Юридического начала даже не положено нисколько. А что это значит юридическое начало? Ну то, что в законе написано, нам должно быть это сознание. Что перешагивать эту церковь не может быть. Мы должны научиться рассуждать так. Это, конечно, сказал неправославный человек. Но он сказал так. В мире есть одна книга Библии и одна личность Христоса. Ну а как же одна книга? Да зато он только расстолковывает. Ну а как же книга правил, каноны, они только расстолковывают и разъясняют. Знаете, как кратко выражено? Одна книга Библии и в этом все. Ну а в Библии 77 тысяч. Теперь прочитай. Ну Библию хотя бы раз, вот-то надо считать ее. Почитать, все, корки, да корки. А не кто взял жизнь не прочитали. Библии, Евангелие, высчитали, послание, сапы. И так все сделано, что постепенно мы в течение года возвращались. Парили, то есть, когда весны и чтения. Но выполнимо это или не выполнимо? Выполнимо. А почему же с этого не говорится? Ну и так по порядку, что у нас написано в правилах. Когда мы начали до последнего правила, я говорю, а что здесь невыполнимого? А то у меня на Никитинской бестерей, я к батюшке, все выполнено. Я говорю, вы что можете выполнить? Мы? Еще не можем. Как? У нас тут 16 правил. Ни одного не может. Ну бесплатно, чтобы крестить, так оно все будет жить. Нет. Я патриарх говорю, Но как патриарх говорит, когда везде, да не везде, потому что у нас этого нет. Все должны платить десятину. Это Божье установление, десятина. Она тебе не принадлежит. Ты тысячу заработал, ты, а ты тысячу заработал, а Бог взял, и ты сотню приложил, чтобы ты своей рукой передал ей в крещение. Все. Она не твоя. Поставь себе это правило. Она не твоя. Если ты, взял, Бог, вы обкрадывайте меня. Я тебе дал, чтобы ты передал, а ты ее вкануешь. Маяк, потому что мне ее в кассе выдали. И мне на базаре выдали. Она не твоя. Бог, вы обкрадывайте меня. А где написано? Малахи, вторая глава, порога Малахи. Вы все воры. Все на единого воры. Катошки собрал, ты что ведешь? Десять принадлежит к крещению. Бог так установил. Вот так у нас написано, какие эти места. Возьми и просчитай. Так что если на первом месте стоит у нас Гиблия, значит, никакой книги не вложить. Чтобы она лежала выше всего у вас. Насполезно, значит, она должна быть настольная, чтобы рядом лежала, взяла и ее почитала. Вчера я рассказывал. Произошло немалое событие в православной церкви. Немалое событие. На то есть, в книгу «Песня Песня» вышло толкование. Я, пожалуйста, веревшим, говорю о том еще отца Николая, отец Николая. А у вас есть толкование на песню-песне? Я сказал, заветная книга, может, одна из самых соинственных книг. Ну, конечно, там Третий Ендр. Нету. Совсем нету. Нету. А хотели бы иные? Ну, конечно. А раз ее нету. Надо же понимать, что мне написано-то. Я говорю, а она вышла. А где? Я говорю, вы слышали такого священника Геннадия Фаста? Конечно. Ну, ну, слушай. Это отец Геннадий Фаст, когда приехал сюда, в Бартисты нашел, и его Олефина Пантелеевна Петеримова привела к нам в дом. Что, с какой целью привели, значит, солнышко было. И беседа закончилась кажется, в полпятого утра. Одна из нас беседа была, мы встали, прошло ровно 11 часов. 11 часов. Поймите, это только любовь может делать. И никто не дремал. Полный дом людей. Итак, мы собрались все, входили, что вы встали, что скажет Господь. Но тему он избрал сам. Его звали Геннадий. Геннадий, он привел к Святому Крещению. И он встал и сразу сказал, полное поражение. Я говорю, а почему те мы избрали на Крещение? У нас самое отработано, само название крестить, в том числе, мы от него происходим. Я подумал, что здесь все идет и полная победа. А теперь я вижу ничего. Я говорю, а другие, а другие, я вижу, что они победили. И что делать? А что препятствует мне Креститься? И теперь он принимает Крещение, это вот искренний человек. А сегодня, если там все равно докажи, ничего нету. Потом он, значит, будет священником, заканчивает семинарию Московскую Духовную, Академию, Мазистерская, это вот Мазистерская его представка, Песня Песней. 31 полкование помогли ему найти, за 2000 лет, которые были, он их обвиняет вместе. Все композиторы, кто писал, стихотворцы, во всем мире. И сам написал еще и Акафис, экономно, Песня Песней. И какие, где были иконы, все собраны здесь, в Песнях. 750 страниц. Я вот ее рука держу, вчера я давал, меня руками держа, что только не выразил. Экземпляров всего только тысячу. Отец Михайлов готовил сразу мне три, ну ясно что, Александру, там Олинкию, и все. Антонию там сразу. Кто меня держал, вчера подержите. А та Геннадия, теперь она нужна для Геннадии, молиться приносить. Я вам скажу, что это событие сегодня еще люди даже оценить не могут. Представьте, ни у одного священника, ни у одного архивея нестолкования таких, библиотека, люди на первом месте ее не понимают. Кто как хочет, они вообще просто подходит ее. И они считают, что там такие скабрины, если написано, лучше ее не читать. Это просто порнографическая поэма. Вот тогда думали сказать. А 31, из третий только отцов толковали ее. И он сделал схему, вчера показывал, где какой стих, какую зовут, кто как толковал. Он начал заниматься этим, когда был у меня здесь. Практически ровно 20 лет ушло у него. 20 лет, вы знаете, известная картина «Явление Христа народа» и вон он рисовал. Ровно 20 лет. Я подумаю, не случайно это. Вот такую зимную картину мы имеем в своих руках. Я заказал несколько экземпиалов, 10. Знаете, вы кидаете руки, я кишу 20. А сразу же сообщаю, посылайте 40. Знаете, есть оптимисты и пессимисты. Это маленький вроде одних был-то такой ромкашный. Посылал директора огромного завода, фабрики обувной, своих эмиссаров. Ну и двое приехали в одну страну, южную. Ну посмотрели, там ходят люди, жарко, все без обуви. А ему-то где-то товары надо сбывать, рынок сбытоит. И пессимист пишет, обувь не нужна, все тут ходят босиком. Он раз босиком ходит. А который оптимист, он сразу пишет, выставляйте два корабля в обуви, здесь все ходят босиком. То есть я всех обувю. То есть одно и то же явление, как можно рассмотреть. Один понял, что они никому не нужны, эти твои башмаки. А другой понял, что башмаков плохо, он увидел, как часто вытаскивают за лоски, жалят им змеи, бывает холодно, они болеют. Он все это учебы сразу сказал, а тут поле неверенное. Выставайте два корабля сразу. Так и у нас вот с этой книгой. Теперь, конечно, если только Господь благословишь, должен быть второй, третий, четвертый тираж. Я посмотрел, я скажу, что я избалованный человек относительно толкования. 38 лет гоняюсь за толкованиями Библии, сам делал переводы. Но я знаю, о чем говорю, то есть символизм в этом отношении. Я увидел красоту, огромный труд. Единственное, что он закончил ее при моей жизни. Конечно, не каждый будет брать эту книгу, но проповедники, желающие узнать красоту Библии, позаботиться. Ставая 90 рублей, пересылка, ну что, может быть, не больше будет. Что там переслать? Только будет. Отец Николай даже разговаривать не стал. Да и какие-то деньги. Николай посмотрел на воздалек, два раза тоньше, 250 рублей всякое там огородничество или волшебство продается. Сегодня дорогой. И любую воду в итоге возьмем, 5-6 рублей. Где воду-то? 2 рубля-то редко какую средишь. А точнее, 750 страниц. На какой бумаге? Какая корочка? Подержите под руках всех. Это вот первое важное событие. У нас, как будто бы, с опозданиями дело поправилось, чтобы никто не опаздывал. У нас само есть правило, чтобы не опаздывали. Это правило святыми отцами особо выделено. На службу опаздывать нельзя. И через запятую не уходить раньше, до окончания, по заслужению. А если вы поняли, не говорите, какое им наказание. То есть, вот этого юридического обоснования искать нигде не надо. Только правило святых советских соборов. А если опаздывали, ну мы же сами наказание придумали. Первое наказание это написать объяснителей. Если первый автобус это не успел, это одно. А если ты сегодня просползавтра, тогда тебе будет наказание. Купить будильник, поставить в железную тарелку и насыпать туда мелочи, чтобы она прыгнула случайно. Или что-то еще. Святые всяко подумывали. Придумывали. Около бочки становились молиться, над бочкой, на ниточке нитка и делает так свечка. Свечка горит и до нитки доходит. И когда до нитки дойдет, она пережигала ее. Ну, простая механизация. А в этой арене там за три раза двух тысяч он падал, булькал, он просыпался. Если она молитву усну, чтобы сбулькало. Ну, не было электронных-то часов. Вы поняли, смысл такой. Перекинуто у него, а свечка подгорит и прибежает с огонь к этой ниточке. И, наконец, пережигает. Плажа мудрость. Другие делали так. Когда была большая борода у него, он взял бороду и маленько наружу и затолкнул, которая дергала бороду и просыпалась. Даже бородой пользовались для спасения. А что, как борода мешает? Еще она не мешает. Значит, кто оползал сегодня? Как вы? Нет, это к вам просто никакого нет. А, молодцы. У нас через две недели батюшка будет в этом богослужении. Почему я обоставусь, как все нет порядок. Говорит, священник идет в богослужение. А тут, наверное, время идет разговоры. Прекрати богослужение и наведи порядок. Потому что порядок в церкви дороже твоего богослужения. Да не может быть. Ну, если там все попало делается. Никто не понимает ни слова туда-сюда шатания, подкупля, продажи. Все-таки понимают. Вот что, сегодня мы еще раз порадуемся тому, что у нас есть место где молиться. Я вчера заново все пересчитал. Приближается время сколько у нас будет? Два года? Больше. Три. Три. А третье. Три. Три. Ночевала здесь. У нас общежитие мужское и женское. Так можно назвать. Ну, общежитие громко. Но все-таки если четыре человека, это уже вместе живем. Бог так делал. И за это надо Бога ставить ни день и ни два. Если 20 лет выпрашивал Исаак, то всю жизнь только благодарил. Неблагодарные люди никому не угодно не говорили за кого-то. И вы, когда начинаете молиться, хоть разок, неделю вспомните. Господи, благослови тех, кто нам это помогал. Помогали здесь, это прокурор края Юрий Федорович, Параскон, и Баварин Владимир Николаевич. Там его помощник, Владимир Овщенников. Если бы ни они тогда не не взглянули, один от таких остался, и ничего бы не было. Теперь я слышал меня и даже меня посудил, что ты верующий, надо было простить. Я приставил материал вошел из солена. Да, нового будет евреи. А евреи за соблюдение субботы Христа распинали. Вот субботы не хранит. Смотрите, сколько раз они на него допирали. А эти бьют только на субботу. Это эмиссара антихриста. И поэтому для них эти 666 это наоборот приближение того часа. Все в закамуфированные формы ведет соцарение антихриста. Где празднуют субботу а не воскресенье это претечь антихриста. Антихрист будет только субботу признавать. Ну как? Иудеи так иудеи это субботу. Больше они как могут. Воскресенье это только для признающих воскресенье Христа и смерти. Так что тут очень просто понимать кто они такие, да? А вот эти виски книжки они не сгорают. У меня знакомая шла, говорит все руки обошла они это с ними делаются. Сгорают. У меня не горят. Их только другой все равно. Потом специальные краски такие это бывает и рекламные я приношу это всякие утрам это не только они. Я приношу даже рекламные буклеты какие-то они мне не нужны. Когда жидая она старит и лежит пока отродишь она тогда же развалится. Как новенькая лежит в огне. Ну она такая серая краски уже поблесли. Поблесли. Все хотел.